Доброе утро! И как? Все ли готово для полуфинала? Всем ли доволен? Звук, свет, все остальное? Ну, скажем как, все круто, все классно, мне я доволен всем. Да, были некоторые заминки, но мы все сделали, все окей. Все как готовили, все по плану. Все окей. То есть осталось только дождаться полуфинала и хорошо выступить? Осталось набраться сил, набраться здоровья еще разок, хорошо выспаться, хорошо покушать, расслабиться одним словом и подготовиться к выступлению и все. Ну, а твоя цель на полуфинале? Я понимаю, что выход в финал. Только победа, только победа, вперед, виктори. А правительству Молдовы скажут спасибо за то, что им приходится организовать? Конечно, все мечтают, я думаю, они бы не выбрали, если бы не хотели. Поэтому, мне кажется, все будет отлично, мы сделаем все возможное, чтобы не подвести и покажем, что мы – это самое яркое открытие и, я думаю, самая лучшая победа. Это точно. Кто придумал идею номера? Кто режиссер номера и почему решили использовать полицейских номеров? Ну, идея совместная, потому что у нас большая группа, у каждого есть свои маленькие какие-то идеи. Ну, вообще, постановка очень близка к нашему клипу, к идее нашей клипы. То есть, сама постановка «История номера» была изначально придумана для того, чтобы передать всю историю видеоклипа. То есть, погоня, бэдгай, такой плохой парень, убегает от полиции, преследует, крадет девушку. Вот. И впоследствии чего становится ловеласом таким вот. Вот. И, ну, скажем, вот такая идея была, появилась, и все сказали, круто, классно, и как-то так. Я просто помню, я на интервью в Риге, когда вот на рижской вечеринке мы все вместе гуляли, ты сказал, что на сцене будет то, чего никогда не было за всю историю. Это, конечно, полицейских никогда не было, это я знаю. К тому же, женщин полицейских с красивыми ногами. Это тоже. Но, конечно, и исполнители никогда сальто не делали, но это такое. Окей. Как проводишь свободное время здесь в Вене? Экскурсии, осмотр достопримечательностей, может быть, встречи с диаспорой Молдовы, Украины? Набираемся сил, во-первых. Во-вторых, да, была вчера, например, костюмированная вечеринка. Мы ее отведали в национальных молдавских костюмах. Очень прикольно, интересно, весело. Также отведали несколько музеев здесь. Очень интересно, очень клево. И, что больше всего понравилось, что все люди здесь живут именно Евровидением. Вот прям дышат и всем прям ждут, считают дни, часы. И некоторые даже ищут билеты. В общем, ну, очень круто. Потому что, ну, как бы, билеты все уже распроданы, но все еще, да. Ищут перекупщиков, либо еще что-то такое. Ну, в общем, интересно. Все вот в ожидании, всем очень хочется. Все вот прям вот видят, говорят, желаем удачи, ты там лучше. И такое, вот, очень-очень клево. Я очень рад, благодарен всем, кто проголосовал. И дал мне такую возможность побывать здесь, на этом конкурсе. Потому что это действительно стоит всего. Спасибо большое. Ну, для Австрии, которая побежает раз в 50 лет, конечно, для них это событие. А на последний раз это было почти полвека назад. Вот. По поводу других участников первого полуфинала. Видел ли другие репетиции, да? И кого ты считаешь главным конкурентом в своем полуфинале? Видеть репетиции не видел, но я слышал, пока давал интервью. То есть, вот так же, как только что. Вот. Вообще, ребята молодцы. Знаю, ну, со многими знакомы. Также есть Рижская вечеринка, есть Лондонская, есть Амстердамская. То есть, скажем, и Green Room тоже уже здесь видел. Поэтому ребята молодцы. Все стараются на максимум. Все делают суперусилия. У каждого есть своя изуминка в песенке. Это, конечно, ну, скажем, своих любимчиков. Или конкурентов, скажем. У каждого есть шансы, и все молодцы. Ты ветеран украинских отборов. Четыре раза. Ну, конечно, может быть, по сравнению с другими не так много. Но четыре раза, я-то понимаю, принимал участие, да? Принимал, да. Или попытки, да. Хотел бы вернуться на украинский отбор снова. Я так понимаю, Украина рано или поздно, конечно же, вернется на конкурс. Я сейчас понимаю, такие есть причины для того, чтобы не участвовать. И вне зависимости от результата вот этого года, да, вернуться вот именно от Украины. Не, я понял вопрос. Ну, скажем, это же не конец жизни. Это только начало. Это первое Евровидение. И я считаю, это хороший опыт. Во-первых, уже будет проще в следующий раз, если все-таки решим идти на отборное Евровидение. То есть уже знаем некоторые вопросы, скажем, как лучше проводить репетиции. Или какие времена там ставить. Ну, или вот в таком стиле. То есть все уже более-менее понятно. Ты уже эту дорожку прошел, а ты уже знаешь. Поэтому это как бы проще. Ну, плюс, да, конечно, хочется. Тем более, что мы готовились в этом году тоже от Украины. Поэтому я думаю, все окей, начинаем. А вообще какие планы после конкурса? Не останавливаться, двигаться вперед. То есть, да, как я уже сказал, это только начало. Возможно, новые альбомы, новые песни. И, возможно, некоторые совместные работы с артистами. Или же, возможно, даже с участниками Евровидения. Посмотрим. И мы, как бы, просим обычно спеть под конец. Ну, не песню Евровидения, которую все слышали. А вот песня с отбора, по-моему, 2011 года называется «Берега». Она всем нравится. Кстати, мне больше всех она тоже, да, честно. На русском и английском. Есть ли возможность спеть сейчас, несмотря на то, что... Не на русском и на английском. Ну, припев, там припев русско-английский. Окей, я по-моему, не знаю свой, но попробуем. Значит... Любовь, как вода, а мы с тобой берега, пополам навсегда. То мир, то война, но все уже сказано. Я один, ты одна. И напоследок послание, месседж русскоязычным поклонникам конкурса. То есть это большая армия русскоязычных поклонников из многих стран. Ребята, спасибо вам за то, что вы слушаете, за то, что вы интересуетесь, за то, что следите за всем. Спасибо, что вы с нами. Я очень благодарен вам за все. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Будьте любимы. Пускай мир охранитель всегда вас уберегает. Ну и, конечно, голосуйте. 19 мая, первый в первом полуфинале Молдовы Эдуарта Ванюта, Вон Черлав. Ну, я уверен, что... Конечно, обязательно. Если вы проголосуете, все ваши мечты сбудутся. Отлично. Но я уверен, что не только молдавская диаспора Европы проголосуют, но и украинская. Ну и даже россияне проголосуют, потому что, несмотря на всю ситуацию, я думаю, найдутся люди, которые отправят смс. Так что голосуйте. Спасибо. Ну, что ж, удачи. Желаю удачи на выступите и ждем уже в финале. Спасибо. Спасибо. Хорошего, рабочего, легкого дня. Спасибо.